Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, становитесь спонсорами на ютубе, кнопка и ссылка под видео. Депутат ПАЗ Дориан Исрати ответил протестующим, требующим полной оплаты счетов за газ, тепло и электроэнергию. По его словам, государство предлагает компенсации в счетах-фактурах, сообщает TV8MD. В некоторых случаях компенсация достигает даже более 50%, более 60% за природный газ. Государство учитывает реальность, в которой мы находимся. Мы заложили в бюджет 3 миллиарда леев на компенсацию в этом году 5 миллиардов леев. Я не знаю ни одной страны в мире, где государство полностью покрывает и оплачивает счета. Если госпожа Таубер, освобожденная по решению суда, знает какую-либо страну, где государство полностью покрывает счета за тепло, мне было бы любопытно посмотреть, где это происходит. Мы разрабатываем различные меры поддержки граждан в этот сложный период и будем делать это и впредь, подчеркнул депутат. Что касается цели протестов, организованных партией Шорту, председатель партии Перемен, Штефан Глигар считает, что они направлены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию, добиться досрочных выборов и прийти к власти. Получение возможности управлять спасает их от судебного преследования и последствий, считает Глигар. Также отметим, что председатель партии Перемен Штефан Глигар считает, что протеста необходимо запретить, пока в стране действует режим чрезвычайного положения. По его мнению, власти слишком терпимы к партии Шор, которая манипулирует и вводит людей в заблуждение, сообщает TV8MD. Я думаю, что правительству пора положить конец этой игре и использовать инструменты, которые предлагают чрезвычайное положение. Через комиссию по чрезвычайным ситуациям в период ЧП, вводимого из соображений безопасности, должна быть запрещена организация акций протеста, в частности, инициированных организованными преступными группами, такими как партия Шор. Это должно действовать в течение всего периода чрезвычайного положения, сказал Штефан Глигар. С другой стороны, депутат от ПАЗ Дорин и Стратий сказал, что протесты не будут запрещены, потому что это будет означать нарушение прав человека и принципов ЕС. Учитывая, что мы сейчас находимся на пути к Европейскому Союзу, имея статус страны кандидата, то ЕС внимательно следит за каждым нашим шагом. Одним из важных условий в ЕС является соблюдение прав человека, в том числе на мирный протест. «Я даже не знаю, сколько уголовных дел открыто по факту незаконного финансирования партии. В демократической стране нельзя запретить людям протестовать. Внутри ситуации находятся под контролем. Призываю население к спокойствию, государственные органы делают свою работу, и так будет и дальше. Создавать искусственную панику никому не нужно. Осенью у нас была такая же ситуация, когда была попытка дестабилизации. Органы свое дело сделали, подчеркнул Дориан Истратий. Председатель партии «Перемен» считает, что правительство не должно быть столь толерантным, пока людей вводят в заблуждение и мобилизируют темными деньгами. «Позволить организованной преступной группе вводить людей в заблуждение, манипулировать ими и направлять их против общественных интересов, безопасности и стабильности, экономического развития, игнорировать эту ситуацию или позволить ей развиваться, ссылаясь на соблюдение прав человека в ситуации, в которой эти люди мобилизированы непонятными деньгами. Я думаю, что мы проявляем слишком много терпимости», – сказал Глигар. «Депутат ПАС ответил, что тот, кто нарушит закон, будет оштрафован. Каждый гражданин, нарушивший общественный порядок, будет наказан. Все задокументировано. Мы остановили потенциальную волну дестабилизации в стране, а если они будут еще сильнее нарушать закон, то и государство будет жестче в своих действиях согласно выданному мандату. Сейчас их можно запретить. Но ЕС наблюдает за нами, и мы должны уважать право граждан на протест», – заключил Истратий. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok